В деревне Кряж-Серда Пестричинского района этот день ожидают с особым трепетом. Ведь для живущих здесь Кряжен Пасха это не столько религиозный церковный праздник, сколько день почитания народных традиций, которые связаны с древними языческими обрядами. Ведь день красных яиц или Казыл Кукейканен здесь отмечали испокон веков. А теперь обратимся к главным героям сегодняшнего пасхального утра. Что это значит в народной традиции? Что мы будем делать? Нам надо будет заходить в каждый дом и поздравлять всех Пасху и собирать угощения. Ой, как интересно, как здорово! Мы тоже с вами пойдем, может быть и нам что-нибудь перепадет. Пошли! Что это за обряд такой? Это обряд такой. Мы сажаем самых послушных, самых таких детей, чтобы куры... На подушку? На подушку, чтобы потом они, когда неслись, чтобы они неслись только в гнезда. И чтобы вывели много-много цыплят. А вот сбывалось? Да. Всегда сбывается, да? Да, мы всегда сажаем вот таких детей. Или обычно рано утром бабушка у нас сажает деда. Ну их так много! Ведь им каждому надо еще и угощения дать. На всех хватит и вам достанется, конечно. А что, почему так важно вот угостить гостей? Почему так важно? Традиция такая, чтобы дети, настроение хорошее было у всех и у детей, и тот, кто дает, чтобы настроение было хорошее. Ну согласитесь, очень добрая традиция, да? Традиция очень хорошая. О чем это говорит? Какими были наши предки? Добрыми, хорошими людьми. 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 Криашины по своей истории, они в православие перешли где-то в 1600-х годах, но православие пришло с ними с русскими, а они по-русски почти тогда не знали. И знали, может, единицы. И когда они ходили в церковь, они почти старославянские, старогреческие языки не понимали. Вот поэтому они остались как бы в середине, между татарами и русскими, и жили они компактно между собой. И поэтому у них сохранилось много очень языческих элементов. Все обряды связаны с какими-то надеждами простого человека, простых людей? Они все связаны с надеждой на жизнь. Все, что будет в дальнейшем благополучно. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. Семь дней.